Илья Иванович Машков Один из основателей и активных участников художественного объединения «Бубновый валет». Мастера этой группы в своем творчестве опирались на достижения новейшего западного искусства постимпрессионизм, фавизм, а также на искусство примитива, глубокую вывеску «Искусство древних народов». Натюрморт для бубнового валетцев был одним из самых любимых жанров. Часто они создавали целые серии, повторяя один и тот же набор предметов. Это могли быть так называемые хлебные натюрморты или натюрморты с искусственными цветами. Натюрморт с гранатами, виноградом и тюбетейкой. Натюрморт с ананасом. После выхода из бубнового валета Машков много занимался общественной деятельностью, преподавал. В 1920-е он возвращается к работе над станковой живописью. Но живописная манера художника меняется. В его картинах начинают преобладать реалистические тенденции. В 1924 году Машков написал два больших парных натюрморта – «Снеть московское мясо-дичь» и «Снеть московское хлебо», ставших классикой советской живописи. Обе работы экспонировались на седьмой выставке Ассоциации художников революционной России «Эволюция, быт, труд» в 1925 году. Художник рассказывал, что в этих произведениях он хотел доказать всем своим друзьям, что советское искусство должно быть понятно каждому человеку. Он считал, что важным качеством современной живописи должна быть созвучность времени. В отличие от ранних натюрмортов, в которых сказывалось увеличение примитивом и творчеством поля Сезанна, в работах 1920-х годов чувствуется иное влияние. Источником вдохновения при создании серии «Снеть московское» послужили творения знаменитого фламандского живописца Франца Снейдерса. Поэтому оба натюрморта выглядят как гимн жизни во всей ее полноте. Сочная дичь, фазаны и перепела, вздобные булки, покрытые глазурью кренделя и буханки, стали для художника своего рода символом радости бытия. Машков писал, «Хлебы – это наша московская рядовая пекарня своего времени, примерно Смоленский рынок, и композиция как бы безалаберная, нескладная, но нашинская, московская, тутошняя, а не парижская. Хлебы – наша матушка Россия, ты моя родная, хлебная, оркестровая, органная, хоровая». Субтитры создавал DimaTorzok